С наступлением нового года мы традиционно ждем перемен, но если частная жизнь зависит от нас самих, то к изменениям в законодательстве стоит присмотреться внимательно. В следующем году они коснутся пенсионеров, владельцев материнского капитала, автомобилистов и налогоплательщиков. На Ямале начнет действовать налог для самозанятых. Кроме того, мы постепенно будем переходить на электронные трудовые книжки. Подробности в материале Елены Куликовой. Минимальный размер оплаты труда в следующем году вырастет почти на тысячу и составит 12 130 рублей. Это повлечет не только рост зарплат, но и различных социальных выплат. В частности, подрастут больничные, пособия по беременности и уходу за ребенком. Небольшую прибавку получат и неработающие пенсионеры. Неработающим пенсионерам, получателям страховых пенсий, напоминаем о том, что ежегодно в январе проходит индексация пенсии. В этом году она составит 6,6%. Она коснется как составных частей самой пенсии, так и фиксированной выплаты. А суммы уже каждый увидит сам в свою январьскую пенсию. Впервые за 5 лет проиндексируют материнский капитал. Теперь его размер составит 466 600 рублей. А семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, смогут получать из него ежемесячные выплаты. Забирать капитал деньгами можно будет до исполнения ребенку трех лет, а не полутора, как это было прежде. И еще новость, которая взволновала многих, это переход на электронные трудовые книжки. Стоит отметить, что проходить он будет поэтапно. Бумажный вариант в грядущем году можно будет сохранить. Для этого необходимо написать соответствующее заявление работодателю. До 1 июля работодатель обязан их известить о форме ведения трудовой книжки. И граждане обязаны до конца 2020 года принять решение о том, в какой форме им вести в следующий трудовой этап. С 1 января 2020 года налог для самозанятых введут в 19 регионах. То есть ямальцы тоже смогут зарабатывать легально. Перейти на новую систему вправе индивидуальные предприниматели и физические лица. При этом тем, кто работал в качестве ИП, надо отказаться от прежней системы налогообложения и перейти на новую. Сделать это можно за считанные минуты с помощью мобильного приложения «Мой налог». Это все через мобильное приложение «Мой налог». То есть там, в принципе, никаких сложностей нет. Там вносишь свой доход, программа тебе сама все подсчитывает, сама все высчитывает и уже исчисляет налог. Самозанятые могут платить 4%, если работают с физическими лицами, и 6%, если сотрудничают с компаниями или индивидуальными предпринимателями. Создавать отчетность при этом не нужно. Фрилансеры, репетиторы, няни, люди, занимающиеся ремонтом, собственники квартир, зарабатывающие на аренде, теперь могут заплатить налоги и спокойно спать. Кроме того, самозанятость можно совмещать с работой по договору. С начала 2020 года изменения ждут и автовладельцев. Так, допустимое превышение, за которое не назначается штраф, будет снижено с 20 до 10 км в час. Кроме того, ужесточится наказание за ДТП, совершенное в нетрезвом виде. Подорожают и полисы ОСАГО. Здесь вообще многое поменяется. В 2020 году происходит реформа ОСАГО. Таким образом, законопроект предлагает с января 2020 года отменить территориальные коэффициенты, а с октября 2020 года отменить коэффициент на мощность. Теперь страховщики будут самостоятельно выбирать для клиента тариф, учитывая историю вождения конкретного человека. Посчитают количество ДТП, штрафы о цене от манеры вождения. Правда, тем, кто не согласится ставить на свой автомобиль тахограф, чтобы доказать страховым компаниям свою дисциплинированность, платить придется больше.